Счастливую семью видно сразу. Между ее членами присутствует гармония и взаимопонимание. Если возникает проблема, ее решают сообща. В этом уверена Ольга Ивановна Каприянчик, которая сегодня пришла в медицинский центр «Новое зрение» с группы поддержки. Супруг, дочь, любимые внучки не оставляли близкие Ольгу Ивановну во время операции. Проблема была нешуточной – разрыв сетчатки. Я почувствовала дискомфорт. И поэтому сначала проверила себя дома. Один глазик прикрыла, второй обнаружила, что у меня случилось в правом глазу. То есть мне неудобно было читать, мне неудобно было вообще, меня все раздражало. Обратили зрение новое. И мы очень довольны. Очень довольны. Что? Какую проблему выявили? Выявили то, что у меня полный разрыв в сетчатке глазах. Вот. Ну и там плюс ко всему катаракта, начальная стадия, поэтому мне любезно сделали и ту, и другую операцию. Как давно сделали операцию? 21-го числа. Июня? Июня. Сегодня вы на контрольном осмотре? Сегодня второй раз. Немножко иногда побаливает, процедур. Видимо, потому как где-то под каким-то определенным углом напрягается больше глазное яблоко или что там, не знаю, как правильно сказать. А так вроде ничего. А уже видите? Ну что, ну пальчики вижу так, это самое. А подальше полосочки только вижу пока. Но уже лучше по сравнению с тем, чтобы у нас здорово число. Прошло-то три дня всего? Да, прошло-то три дня. Катюш, это кто рядышком с тобой стоит? Это моя любимая бабушка. А что это твоя любимая бабушка здесь делает? Ну, бабушка просто глазик болит, и она будет лечиться. Уже, наверное, лечит, да? Да. А что ты пожелаешь своей бабушке? Я желаю ей, чтобы она побыстрее выздоравливала, и чтобы ей не боял глазик, и чтобы она хорошо себя чувствовала. И, наверное, чтобы почаще книжки не читала, правда же? Да. Молодец, спасибо. Спасибо. Ольга Ивановна в своих выводах не одиноко. Тысячи пациентов в клинике «Новое зрение» уже получили квалифицированную помощь и избавились от таких серьезных недугов, как катаракта и разрыв сетчатки. Высокий профессионализм врачей, внедрение современных подходов и новейшее техническое оснащение – это те три кита, на которых стоит медицинский центр. Только самое лучшее, только самое передовое – такова политика руководства этого учреждения здравоохранения. Потому именно в новом зрении каждый обратившийся пациент может получить суперзрение. Новая опция в офтальмологическом центре появилась в 2019 году, и это первое и пока единственное лечебное учреждение в Беларуси, внедрившее систему 3D-визуализации. Светлана Алексеевна Шарафанович – врач-офтальмолог, хирург высшей квалификационной категории, заведующая консультационно-диагностическим отделением в городе Бресте. Стаж работы в офтальмологии более 20 лет. Сфера профессиональных интересов – диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глаукомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия век, участник республиканских и международных офтальмологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. В апрель 2019 года в операционных клинике «Новое зрение» Минска и Бреста внедрена активная частичная роботизация глазных операций. В нашей хирургической практике активно используется новейшая система визуального трехмерного контроля за выполнением вмешательств на органе зрения. Революционная технология была разработана в сотрудничестве TriVision 3D Surgical лидером в области цифровой 3D визуализации микрохирургии. Она состоит из трехмерного стерескопического цифрового электронного устройства, видеозахвата, ультравысокой четкости и рабочей станции для получения стерескопических изображений объектов во время проведения вмешательств микрохирургического уровня на глазах. Экран ультравысокой четкости системы обеспечивает предельно детализированное, объемное отображение процесса в любой части глаза с большей точностью, чем традиционные микроскопы. Точность хирургических манипуляций благодаря новейшим технологиям повышена на 50% за счет увеличения резкости и глубины поля зрения хирургов в 2,7 раза и возможности объемной детализации мельчайших участков и тканей глазу. При этом офтальмохирург занимает комфортное положение в течение операционного дня и мы уже смотрим не в окуляры микроскопа, а на экран 3 на 4 метра на стене с помощью специальных очков круговой поляризации. Профессионализм врачей оценил брещанин Вадим Николаевич Хеценко. С возрастом зрение стало ухудшаться, сначала незначительно, со временем дискомфорт проявлялся все больше. По настоянию дочери обратился в новое зрение. Диагноз катаракта. Прооперировали один глаз, результат впечатляет. Катаракту обнаружили. Я понял, что ее надо убирать, потому что она не уменьшается и не исчезает. Пока есть здоровье, надо ее удалять. Ну, один глаз уже удалил. Одно катаракт уже удалил. Прошедшую пятницу. Операция прошла чудесно. Светлана Алексеевна делала. Чудесный врач. Золотые ручки и вообще медперсонал очень внимательный и профессиональный. Чуть-чуть изменилось качество жизни. Три дня назад сделали операцию. Уже этим глазом я вижу 50%. А маленькой линзой уже 70%. Классно. Классно. Ой, классно. Говорят, что пример заразителен. Супруга Вадима Николаевича, как верная спутница, на протяжении всего времени поддерживала мужа и сама пришла к решению последовать за ним. Вскоре и ей сделают операцию. Такое решение приняли после многоплановой диагностики в новом зрении. Главное, чтобы группа поддержки была. Вот я надеюсь, что он тоже будет группой поддержки и у меня в следующий раз, потому что я тоже осенью собираюсь сделать тоже операцию на два глаза. Именно в новом зрении. И именно здесь, потому что довольны и обслуживанием, и вообще врачи замечательные. И диагностика тут великолепная. И мы такого не видели. Это на уровне фантастики. Потом пришла жена проверилась. А потом меня. И я сразу уже на операцию. Новое зрение открыла наша дочь. Да, она первая пришла, а потом сказала мама, папа, идите, не пожалеете. Современные лазерные установки позволяют докторам нового зрения оперировать пациентов с близорукостью до минус 20. Исправлять дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и более. Это лазерная коррекция зрения. Процедура, востребованная среди молодого населения. Илья Петрович Снопок, врач-офтальмохирург медицинского центра новое зрение, помог уже не одной сотне обратившихся пациентов. Каждая операция готовится досконально, изучая историю болезни. Диагностические исследования, исходя уже из своего опыта, утверждают, что такие термины, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пациент забывает навсегда. А инновационная система 3D-визуализации, интегрированная в операционный процесс в 2019 году, в клиниках новое зрение позволила отдать еще больший контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и сократила время нахождения пациента в операционной. Доктор, работая с этой системой, получает весомые преимущества, а пациент переносит операцию гораздо лучше. Илья Петрович Снопок, врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередач. Это разница между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Полученную картинку камера передает на монитор, а хирург в 3D-очках видит объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей, которая при необходимости может быть увеличена или преобразована спектрально в другое без малейшего ущерба для качества и обзорности. Глубина резкости 3D-изображения гораздо более высокая, чем изображение операционного поля, получаемое обычным хирургическим микроскопом. Благодаря этому мы получили возможность видеть невидимое. Наилучшая обзорность во время микрохирургической операции – залог хорошего результата. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом, максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга оптимизированы и точны. Отдельно отмечу то, что новые системы визуализации способны работать при очень низком световом потоке, то есть они не ослепляют пациента во время операции. Снижается световая нагрузка на структуру переднего отрезка глаза и фоторецептора на сетчатке. В итоге мы имеем меньший стресс для глаза, меньший риск развития осложнений и сокращения периода выздоровления. Пациент, обращаясь к нам, получает отличный результат в кратчайший срок. Чем меньше травматизация тканей и чем меньше время операции, тем проще и быстрее наступает восстановление. Чтобы не быть голословными, мы обратились к тем пациентам, которым буквально несколько дней назад была сделана операция. Они пришли уже на контрольный осмотр. У меня очень плохое зрение. Когда проверялась, буквально даже первой строчки не видела, поэтому жизнь была тяжелая. После операции это как вторая жизнь. Все здорово? Да, все идеально. Я вышла уже буквально на следующий день, я видела абсолютно все. А есть ли какой-либо дискомфорт или что-то, что вас тревожит? Вообще, вообще ничего, никакого дискомфорта. Большое им спасибо. А что пожелаете тем, кто еще не решился прийти и сделать себе новое зрение? Это на самом деле прекрасная возможность видеть очень хорошо, поэтому кто не решился, обязательно решайтесь, потому что я в служении и жизнь становится просто гораздо лучше. Было у меня ужасное зрение, минус 9, это ужасно, это много. Сделала операцию в пятницу, сейчас я вижу и тенечку, то есть я ощущаю себя абсолютно по-другому. У меня другой мир, я все что-то вижу. Это просто какое-то чудо. У меня восхищение, изумление и благодарность только врачам. Счастливая, довольная, да. В другую жизнь иду. Как все прошло? Прошло очень хорошо. Надо просто себя настроить, конечно, немножко там, 5 минут, скажем так, неприятностей, пережить вечер и все, и ты утром встаешь, как новый человек. Такое ощущение или в очках, или в лизах совершенно. Постоянно хочется их или снять, или одеть, как поправить. Ну, то есть не верится абсолютно. Все замечательно, все на высшем уровне. Помимо лечебно-диагностического процесса, специалисты медицинского центра несут в регионе образовательно-ознакомительную функцию по основным направлениям деятельности. На базе нового зрения регулярно проводятся научно-тематические семинары, приглашаются доктора и интерны города Бреста и области. В программу мероприятия входили лекции, разбирались вопросы подготовки пациента к операции. Особенности течения послеоперационного периода также была практическая часть, которая проходила в операционной. Наши системы 3D-визуализации, интегрированные в операционный процесс 2019 года, позволяют нам наглядно показать все этапы операции и поднимают образовательную функцию на новый уровень. Клиника работает максимально открыто для коллег. Зачем мы это делаем? Важно не только иметь современное техническое оснащение, но и интегрировать знания о нем в весь лечебный процесс, который для наших пациентов частично проходит на этапе амбулаторного наблюдения по месту жительства. Технология и главное мастерство хирурга нового зрения дают пациентам возможность жить без очков, проходить комиссии по поводу трудоустройства, без ограничений водить автомобиль и заниматься увлечениями, требующими высокой остроты зрения. Все это совершенно новое качество жизни. Немаловажен и тот факт, что в новом зрении введены специальные акционные цены, и сегодня лазерную коррекцию можно сделать за 500 рублей за один глаз по любой методике. Современные технологии стали еще ближе Брещану и жителям области.